У меня есть чудесная история, которая показывает, как сильно Прабхупада верил в Святое Имя. И также она показывает, насколько могущественно Святое Имя. Неважно, что человек сделал, неважно, насколько он падший, Святое Имя может поднять человека на самый высокий уровень сознания Кришны. Прабхупада разговаривал с другим преданным. Это было задолго до того, как появился Искон. Прабхупада говорил о том, как он поедет на Запад и как будет там проповедовать. Но затем он сказал нечто удивительное. «Если необходимо, — сказал он, — я буду кормить их мясом. Если необходимо, я буду давать им алкоголь или наркотики, которые им нужны». И тот преданный, с которым он беседовал, спросил, «Для чего это делать? Мы же так не делаем». И Прабхупада ответил, «Если для того, чтобы побудить их прийти, и мне придется это делать, то я это сделаю, а затем я попрошу их воспевать. Если они будут воспевать, они очистятся, и перестанут все это делать». Прабхупада обладал такой огромной верой в святое имя, что можно было даже привести людей и позволить им продолжать греховную деятельность. И если мы просто уговорим их регулярно воспевать, они очистятся. Это эффективно. Если только мы сможем убедить людей, пожалуйста, воспевайте, повторяйте эту мантру каждый день, оставайтесь на связи с ними, интересуйтесь, воспеваете ли вы ежедневно. Идемте с нами, воспевайте вместе с нами каждый день, общайтесь по телефону, мы воспеваем каждое утро. Просто убедите людей ежедневно воспевать, и тогда начнут происходить чудеса. Мадея, Кристо.